В Кировской области завершился этап выступать в Москве на финале. Попробуем, поучаствуем. Шанс выпал, что в этапе дома можно попасть на финал в Москве. Сегодня мы расскажем, как спортсмены и сам спортсмены Ростовской области преодолели... Смотрите максимум регионов. Уже в шестой раз на территории конно-спортивного комплекса Яминская усадьба, единодушно признанного конниками Воронежа и его окрестностей флагманом регионального конного спорта, прошел этап турнирной серии от компании «Максима Эквиспорт». 20 июля на боевое поле клуба вышли поклонники выездки. Участники соревнований могли не только получить от судейской коллегии оценку своих умений, но и побороться за квалификацию к финалу Кубка «Максима Парк». Это не первый год проводящийся на этой площадке соревнования. Соревнования пользуются успехом. География соревнований каждый раз расширяется. Нас радует, что на эти соревнования приезжают юг России. Сегодня широко представлена Ростовская область, Волгоград традиционно к нам приехал. И местные воронежские спортсмены нас радуют своими успехами. Спортсмены разного уровня, езды разного уровня. Все спортсмены стараются, погода благоприятная. Площадка очень хорошая, хорошо организованные старты. Площадка пользуется большой популярностью. Спортсменам были предложены пять тестов. Самым сложным стал малый приз, победу в котором одержала кандидат в мастера спорта Анна Столярова на кобыле Хеленика. Традиционно наибольшее количество участников собрали юношеские программы. В открытом классе предварительного приза лучший результат показала Елизавета Ермошина. В зачете для юных всадников лидировала Мария Трофимова, выигравшая также командный приз. Предварительный приз «Дети. Тест А» также был представлен двумя зачетами. Среди детей победу одержала Виктория Балясникова, а среди любителей – Алина Платонова. Тест по выбору для молодых лошадей 5-6 лет выиграла Оксана Карпова на Сандерс Грейт. В рамках турнира была представлена не только спортивная, но и образовательная программа. Спонсор Кубка Максима Парк компания Dynamic Saddles организовала мастер-класс по подбору седел с учетом характеристик спины лошади. Практический семинар провела представитель бренда Наталья Грачева. Здесь мы проводили семинар по подбору седел и по конкретно седлам Dynamic. Рассказали зрителям о том, как правильно седлать лошадь, какие особенности имеют наши седла. Я считаю, что семинар прошел достаточно хорошо. Собралось много зрителей, внимательных, очень чутких. Я очень благодарна Максима Парк и КСК Яминская усадьба за предоставленную возможность провести мастер-класс в этом замечательном месте, пообщаться с живой аудиторией, рассказать о наших седлах больше, чем мы можем позволить в обычное время и ответить на все вопросы. В финале Кубка Максима Парк 2019 спортсмены смогут побороться за два седла Dynamic Saddles. Призы достанутся участникам конкурных и выездковых испытаний. В Кировской области завершился этап выступать по стенам. Попробуем, поучаствуем. Шанс выпал, что в этапе дома можно попасть на финал в Москве. Сегодня мы расскажем, как спортсмены и спортсмены Ростовской области преодолели мастер-класс. Смотрите Максим в регионах.